Чтобы посчитать данную сумму, нам придется с вами вспомнить формулу для суммы геометрической прогрессии. Для начала давайте даже напомним, что такое геометрическая прогрессия. Геометрической прогрессией мы называем вот такую вот сумму. 1 плюс c плюс c в квадрате плюс так далее c в n. Точнее, это сумма уже геометрической прогрессии. Если вы не помните, как считается такая сумма, то вот вам простой способ запомнить, как же эту формулу довольно просто вывести. Ну, надо просто почувствовать, что если это домножить на c минус 1 и раскрыть скобки, то очень многое сократится и получится что-то простое. Ну, действительно, давайте домножим сначала на c. Тогда получится c плюс c в квадрате плюс c в кубе плюс так далее c в n плюс 1. А когда мы домножим на минус 1, ну, получится вся эта наша сумма тоже просто со знаком минус. Соответственно, когда мы из первой вот скобки вычтем вторую, как видно, сократится почти все, кроме самой старшей степени c и кроме вот этой единички, которая не с чем сократится. Останется c в степени n плюс 1 минус 1. Соответственно, это то, что у нас написано, это сумма нашей геометрической прогрессии умноженная на c минус 1. Если c не равно единице, то на c минус 1 можно просто разделить обратно. Получится, что наша сумма геометрической прогрессии, вот она, это вот это вот число, вот оно здесь написано, поделить на c минус 1. Вот эта формула, которую, на самом деле, довольно легко запомнить, но, как видите, если вы ее забыли, то ее и вывести несложно. Надо только помнить, что она верна при c не равном единице, ну, потому что на 0 делить нельзя. То есть на c минус 1 нельзя делить, когда c равно единице. Формула даже нам не так важна, как важно нам, какова скорость роста геометрической прогрессии. Вот представим, что c это какая-то константа, ну, а n, как обычно, это у нас растущая функция. Ну, n в смысле растет. Мы хотим зависимость от n понять. Тогда можно сказать, что сумма геометрической прогрессии, она растет просто как константа, то есть она есть θ от единицы. Если c меньше единицы, растет она линейно, то есть θ от n если c равно единице, и растет как c в степени n, если c больше единицы. Другими словами, если c меньше единицы, она растет просто как первый член, как единица. Если c больше единицы, растет как последний член геометрической прогрессии. Если c равно единице, ну, растет как количество членов геометрической прогрессии. Давайте, во-первых, заметим, что вот этот вот случай, ну, уж совсем очевиден. Если c равно единице, то тут все члены в этой прогрессии равны единице. Их там ровно n плюс 1, но это, конечно же, θ от n. Если c меньше единицы, ну, давайте поймем, что у нас тогда, что у нас есть. У нас есть c в степени n плюс 1 минус 1 поделить на c минус 1. Да, мы можем воспользоваться формулой, потому что c не равно единице. Ну, давайте это перепишем просто как 1 минус c в степени n плюс 1 поделить на 1 минус c. Вот здесь это написано. Видно, что это можно зажать и сверху, и снизу просто какими-то константами. Во-первых, это больше единицы, ну, просто потому что, чтобы понять, что это больше единицы, нам надо понять, что то, что написано сверху, больше, чем то, что написано снизу. Но то, что написано сверху, это 1 минус c в степени n плюс 1. При этом c это константа меньше единицы. То есть, когда мы c возводим в какую-то степень, становится только меньше. Соответственно, сверху мы из единицы вышли меньше, чем снизу. Ну, значит, сверху стоит большее число. Ну, с другой стороны, это число, которое вот здесь стоит, оно явно меньше, чем 1 поделить на 1 минус c. Ну, поскольку c у нас все-таки что-то неотрицательное, да, мы, конечно же, предполагаем, что c это у нас неотрицательная константа. Таким образом, ну, можно просто сказать, что 1, он больше, чем 1 минус c в степени n плюс 1. Соответственно, получаем, что при c меньшем единице, эта сумма у нас больше единицы и меньше, чем 1 поделить на 1 минус c. Ну, то есть это просто какая-то константная функция, то есть она растет не быстрее, чем константа. Ну, и мы показали заодно, что и не медленнее еще. С другой стороны, если c больше, чем единица, то вот у нас написана сумма геометрической прогрессии, и ее можно сверху и снизу зажать такими. То есть, с одной стороны, это больше, чем c умножить на n. Почему? Ну, чтобы это понять, можно c в степени n умножить на c минус 1. Просто здесь получится c в степени n плюс 1 минус c в n. То есть мы здесь вычитаем из c в степени n плюс 1, вычитаем c в n, а здесь вычитаем всего лишь минус единицу. Конечно же, поскольку c больше единицы, то c в n больше, чем единица. То есть мы вычли больше. Итого вот это равенство мы установили. Ну, чтобы понять вот это равенство, ну, тоже достаточно просто, не знаю, ну, про c, про знаменатель можно забыть. Получится, что нам надо разобраться, что c в n плюс 1 минус 1 это меньше, чем c в n плюс 1. Ну, меньше, конечно. Соответственно, что мы получили? Что наша сумма, которая написана вот здесь вот, она больше либо равна, чем 1 умножить на c в n, и меньше либо равно, чем вот такая вот константа умножить на c в n. Другими словами, она и снизу, и сверху зажата константой умножить на c в n. И мы подтвердили вот эту вот скорость роста. Отлично! Этой формулой мы сейчас с вами и воспользуемся, чтобы доказать оценку на время работы алгоритма Карацубы.